Мы пойдем выполнять задание Бестия из Тусента Вот это вот я что-то зачем-то я сделал, не знаю В общем, платва, пойди-ка ко мне Практически месяц не играл Ведьмака И уже, прикинь, все забыл Такое вот, да Месяц не играешь и забываешь, как играть Ну, наконец-то болезнь моя спала Относительно Вот, и настроение у меня есть порубать Так что, да, Ведьмак Собственно, это и является ответом на вопрос Множества людей, когда, собственно, Ведьмак Собственно, собственно, собственно Тогда, когда есть Настроение Все очень просто Сумрачный Борли, Сака Роберто Мы с вами не зря пришли на кладбище Нет На самом деле, меч я достал, ну, чисто ради пафоса По сути, мы пришли для того, чтобы быстрым переходом воспользоваться Ибо скакать сюда вот Очень, в Корвобьянка Очень долго Так что, в Корчму-Куралийск мы прыгаем И оттуда уже В Корвобьянка Достаточно быстренько прискачем Я, помнится, говорил что-то там Про то, что буду выкупать меч Ольгерда Но Есть такая вероятность, что Что я нахер забыл просто, где он Где я его продал Ммм, да Такая вероятность есть Действительно Боже, собака левитирует Ох уж это Тусент Люди трансгрессируют Просто в метре от тебя И левитирует собака Класс Вот звуки боя Надо поторопиться О, смотри Только начался боя птицы Отлетели Ну-ка, ну-ка, ну-ка Что тут у нас? Эй, дружище Зараза Убийца еще где-то здесь Убийца еще где-то здесь Пойду краду вилы И пособираю Грибочки Горло разорванного вкуса Устроение Челюсти Куча Только клыки Гораздо длиннее Сломанные вебра Кровь из ушей Прилично ему досталось Устроение 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 Но не Тима И не Фледер Вот тоже хотел Только хотел сказать Что это вампир Прочитать Без теории сведений О Бруксе Что подготовиться к бою Ну, почему бы не прочитать, да? Вампиры Бруксы Вот она И если все же тебе придется Путешествовать по лесу Остерегайся мест Где во множестве Слышны трели птиц Означают они Что ты вступаешь На земли Бруксы И вскоре Простишься с жизнью Анонимный совет Бруксы Молниеносно перемещаются С места на место А поскольку они могут Становиться невидимыми То с легкостью Вводят противника В заблуждение Нападая неожиданно Или со спины Поэтому в бою С этими вампирами Весьма полезна Бомба Лунная пыль Которая Хотя и не лишает Вампира Способности Быть невидимым Но сильно Ее ослабляет Масло Против вампиров Тоже будет Весьма полезным Бруксы Атакуют Острыми когтями Легко прорывают Обороны противника Осыпая его Градом ударов С разных сторон Ослабевшую жертву Они пытаются Укусить Чтобы высосать Из нее Кровь Поэтому Каждый Ведьмак Ожидающий Встречи С этим Чудовищем Заранее Принимает Эликсир Черная Кровь Брукса Также известна Звуковой Атакой Которая Прокидывает И оглушает Ее Жертву Итак Лунная пыль Масло Черная кровь И Ирден То что нам Может Помочь Идем в рюкзак Открываем Масло Эликсиры Ищем масло Против вампиров Оно где-то Тут должно быть Вот Я уже чувствую Вот оно И оно Вот оно И оно Да И черная Коровь Черная Кровь Тоже Где-то Тут Я не знаю Лунную пыль Мы будем Использовать Или нет По-моему Она Не только Ослабит Вампира Но и Нас Тоже Быть может Взять И ослабить Отвар Отвар От Слушай Постой О А то Одни Отвары 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 Ты мне Покажи Черную Кровь Ты мне Покажи Что ж Ты Во Черная Кровь Так Давай-ка В снаряжение Иволга Вместо Яда Ну давай Ладно Поставлю Тебя И будем Помнить Стараться Что Иволга Внизу Внизу Так А бомбы Картечь Сам Двимеритовая Лунная Пыль Вот Задержит Серебряные Опилки Из-за которых Чудовища Чудовища Больше Не могут Обращаться А Все-таки Двимерит Да Двимеритовое Облако Блокирует Магию Так Хорошо Сон Дракона Или Северный Ветер Давай Сместо Сон Дракона Поставим Это Дело Все По сути Мы с вами Подготовились Ирден Ладушки Плащ Женщины Которую Я видел На последовом Дворе Та самая Барышня Да Которая Следила За нами В подвале Она Есть Брукса Ну Родная Я Спускаюсь Надеюсь Ты Приготовила Ужин Ну Или Хотя бы Музыку Будем С тобой Танцевать Следы Маленьких Босых Ног Ведут В подвал Его Швырнули О стену С огромной Силой Им Воспользовались Чтобы Выломать Решетку Офигеть Нужны Недюжинные Силы Чтобы Ее Выломать Дальше По следам Ты 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 была На постоялом Дворе Я знаю Кто ты Но не знаю Зачем Ты убила Этих Людей Дело Ведь не в Жажде Кроби Нам не обязательно Драться Ошибаешься Я не могу Отпустить тебя Ну Понеслась Иди Иди сюда Сюда Иди Ах ты Собака Ах Как со спины Хорошо Заходит Прощай И сладких Снов Сейчас посмотрим А нам досталась Слина Вампира Мы не позволили Себя Укусить Кстати говоря И что же Это за тело Такое О Кстати Смотри Штучки Ах Ну и вонь Тело Разбухло От воды Руки Отсечены Его Четвертовали Как я и думал Он Долго Лежал У воде Голова Распухла На ней Видно Несколько Укусов У него В глотке Что-то Есть Противная Противная Работенка То мы Имеем Дело С Разумным Монстром Ну а Что В туловище Тело Разрубили На куски Уже После Смерти Удары Наносились С большой Силой Кости Рассечены Не перебиты У существа Которое Его Убило Длинные Когти Острые Как Ведьмачьи Мечи Сперва Оно Пробило Ими Сердце Жертвы Его Убило Не Брукса Третья Рука Запасная Она Принадлежала Нежертв У нас Стражники Должны Быть Этого Незаметен Просто Как Такое Может Быть Что Она Все Еще Теплая Из Нее Течет Кровь Некоторые Виды Существ Склонны К Регенерации Я Никогда Не Слышал Чтобы Отрезанная Конечность Столько Времени Оставалась Жива Позже Изучу Ткани Повнимательнее Может Что Нибудь Узнаю Я Б Такую Руку Себе В Задний Карман Конечно Не Пихал Подведем Итоги Убийца Скорее Всего Чудовище Не Брукса Тогда Зачем Вампирша Пришла За Отрезанной Конечностью И Какому Существу Принадлежит Кисть Ну Очевидно Более Мощному Вампиру Почему Она Так Долго Сохраняет Тепло И Да Зачем В глотку Убитому Сунули Кошелек А тело Изрубили Ну Вот Это Вопрос Да Надо Разузнать О предыдущих Жертвах Попрошу Польмерина Доставить Меня Княгине Найти Польмерина И попросить Его Отвезти Вас Княгине Вот Что Нам Следует Сделать А Есть Ли Тут Ребяташки Что Нибудь Для Для Нас Что Нибудь Такое Ништяковое Интересное Что Можем Забрать Но Походу Нет Так Что Мы Просто Уходим Отсюда Ладно Что Это Был Интересный Бой Хорошо Давай Уходить На Ну Тут Смотри Тут Вправо Можно Еще Сходить Тут Че Та Ничего Не Знаю Можно Попробовать Ардам Эту Бочку Пробить Пустотищимо А Вот То Что Людей Так Много Пал Это Конечно Плохо Так Пальмерин Он Где-то Тут Рядом Давай Тогда Платву Не Буду Беспокоить И Я Пойду Так Пешочком Красивый Вид Что За Звук А Господи Так Тут Арена Рядом Турнирные Поля Долина Сенсор Тура Странно Она Тренировочной Арени Никого Нет Вообще Даже Дети Не Развятся Ну Их Наверное Не Пускают Туда Рассказывают Уже Сказочки Смотри Я Должен Срочно Поговорить С Канегири Ну Вот И Конец Истории Дети Возвращайтесь К Родителям Благородный Пальмерин А Как же История Про Ридигера И Дракона С Не Придется Обождать Лучше Присмотритесь К Человеку Который Стоит Перед Вами Это Геральт Из Рима Мастер Ведьмачьего Цеха Который Внес Свою Лепту В Победу Над Великаном Голиафом Мастер Ведьмак А правда Что Добродетель Всегда Побеждает К сожалению Добродетель Здесь Не причем Побеждает Тот Кто Сильнее То есть Не надо Быть Добродетельным Этого Я не Сказал А что Нужно Чтобы Побеждать Негодяев Острый Меч И Умение А если Негодяев Много И У них Тоже Есть Острые Мечи С которыми Они Умеют Управляться А вот Тогда И Добродетель Пригодится Говорят После Смерти Боги Награждают Добрых Людей Довольно Вопрос Возвращайтесь К Риму Негодяев Ее Сиятельство Прибыла На Турнирные Поля И Соизволит Наблюдать За Сражением На Арене Если Мы Поспешим Ты Успеешь С ней Встретиться Прежде Чем Начнется Зволье Веди Кто Дерется Нильфгардские Гладиаторы Близко Но Не Совсем Впрочем Сам Кто Кто Собирается Сражаться С Шарлеем Ходилевшим От колокольчиков Привязанных К хвосту Что Это Тварь Подарок Император Нехорошо Как-то Мучает Шарлеем Подрех От колокольчиков Он станет Посмешнее Представь Себя На его месте Ты Чудо Ты Бугмак Я Убиваю Чудович Потому что Они Угрожают Людям Вы же Издеваетесь Над ним На потеху Толпу Этот Бой Не Принесет Слава Ни Одному Рыцарю Кто Будет Сражаться С Чудовичем Убиваю Убиваю Ты Его Ужини Неправильно Он Собирался Добыть Трофей Даме Сердца Большая Любовь Требует Больших Жертв Пойдем Убиваю Слыш Слыш Эм Посвящаю свою победу Прекрасной леди Вивиенне Началось Придется подождать его Не нравится мне все это Блядь Поможем ей Ну это можно А может я бы один Гилья Гилья Будет поворачиваться Смотри мне еще и за бараном следить надо Ах ты ж блех Знаете как говорят Сухофрукты Бахнет тебя неполезные Блин Это было хорошо Это было хорошо Не 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 Отойди Отойди Ну я же сказал Отойди Баран Ну и баран глупый ты Ты же помрешь Дурень О кстати Барон Действует на него Это дело Ну давай Откройся Ну откройся Все Наконец-то Геральт из Ривии Мастер ведьмачьего цеха Победил Шарле Взгляните Как из бестии Уходит жизнь Мастер Геральт Исполни свой долг Доверши дело Хватит ему мучиться Судовище убито Бой окончен Слава победителям Гильон Еще немного И парень Будет мертв Со мной Все В порядке Вильяна Улыбнись Как пристало герою И молчи Ты громко Она как раз Идет сюда Геральт Надо Поговорить Вильяна Позже поговорите В палатке Это было великолепно Ошеломительно Ваша милость Мы видим Что не ошиблись Послав за тобой Мы безмерно Удовлетворены И очень вам рады Я краб Крайне благодарен Займитесь Нашим юным героем Быстро Раз-два А теперь Мы похищаем Геральта Для беседы Мы так долго Ждали Твоего приезда Едва Не потеряли Надежду А тут Внезапно Такое появление Ваша милость Шарли Это очень опасное создание Даже для рыцаря В полном доспехе Нонсенс В Тусенте Рыцари Из древней Искали славы В сражениях С чудовищами Гильон Получил Несколько синяков И шрамов А взамен Обрел Вечную славу У смирителя Чудищ А как же Публика Если бы Шарлей Прорвался на трибуны Он устроил бы тут бойню Геральт Несмотря на то Что мы ценим Твое неожиданное Вмешательство На арене Мы напоминаем Что ты был нанят И как вскоре Выяснится За крайне щедрое Вознаграждение Совсем для иного Задания Ваша милость Я хотел бы поговорить О моем заказе Разумеется Только не здесь Нам понадобится Дамьен Который вел следствие До твоего появления Только где он может быть Пойдем Поищем его Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok